А у вас тоже так происходит, когда небольшое событие, пусть даже не очень значимое, но завершает какую-то эпоху в вашей жизни? У меня так получилось, что одновременно со временем, когда предстоял переезд в новую квартиру, друзья из кафе, куда я прихожу каждый день, решили сменить место работы. Люди, которые часто проводят время в путешествиях, уже привыкли упаковывать свою жизнь в чемодан, багажа и ручной клади, и поэтому не очень сильно привязываются к предметам, которые сопровождают их в поездку, потому что именно в поездках обесценивается все материальное. Но даже здесь, со своими двумя чемоданами, в какой-то момент я поняла, что я просто не смогу увезти это количество вещей обратно в Москву. Ну а сегодня я переезжаю в новую квартиру в Сеуле. Она находится на холме, и поэтому каждый раз поднимаюсь. У меня есть ощущение, что я сделала кардио-тренировку в зале. Она очень светлая и просторная, несмотря на то, что гораздо меньше той, в которой я жила до этого. И вы везде можете увидеть тапочки. Это сменные тапочки, которые используются только в мокрых зонах, потому что в Корее отсутствует центральная система отопления, в квартире не используя сменную обувь, полы всегда с подогревом, и обычно в зимнее время люди спят на полу. Гостиная маленькая, но тоже очень светлая. Но самая любимая моя часть – это вид из окна. И, кстати, у меня и соседи. Через дорогу от нас в Дании напротив есть терраса, и когда выходит солнце, они очень любят там загорать. Я буду заканчивать этот рум-тур, и уже через две недели мне снова предстоит паковать чемодан для того, чтобы возвращаться в Москву. Я вам желаю прекрасного дня, и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok